Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться простыми ежедневными практиками для улучшения жизни. Каждая из них затрагивает одну сферу вашей жизни. Физическое здоровье, творчество, интеллект, эмоции, духовность, деньги. Итак, физическое здоровье – это хороший сон, правильное питание, ежедневная гимнастика и достаточная двигательная активность. Достаточной двигательной активностью считается быстрая ходьба, уборка, плавание в течение 30 минут или верховая езда галопом, бег, занятие на велотренажере со скоростью 20 км в час в течение 20 минут. Людям старше 65 лет рекомендуется к ежедневной гимнастике добавить упражнения на гибкость и удержание равновесия. Творчество и интеллект. Рисуйте, пишите, пойте, фотографируйте, шейте, складывайте оригами, разгадывайте кроссворды, изучайте иностранные языки, все что угодно. И каждый день записывайте 10 идей на актуальную для вас тему. Сделайте свой мозг генератором идей. Если актуальных на сегодня тем нет, выберите любую, например, как спрятать кота, как остановить орущего, как украсить огород, как прикрепить картину на стену, как завернуть подарок и так далее. Бредовые идеи даже приветствуются. Эмоции. Постарайтесь избавиться от негативных эмоций, страха, злобы, зависти. Не осуждайте и не обижайтесь. Сведите к минимуму контакты с людьми, которые вам не нравятся, с теми, которые вас унижают, особенно с теми, кто постоянно жалуется и ноет. Любите себя, любите близких. Старайтесь замечать вокруг красивое и хорошее, красивых людей, красивые пейзажи, красивые здания, приятных продавцов и так далее. Духовность. Каждый день найдите возможность поблагодарить кого-нибудь, хотя бы мысленно, особенно тех, кто доставил вам неприятности. Ведь неприятности Вселенная нам подстраивает для того, чтобы показать, что мы делаем что-то не так. Найдите время для молитвы или медитации. Самая короткая молитва – Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Самая короткая медитация. Сядьте ровно, остановите мысли, сделайте 3-4 спокойных глубоких вдоха-выдоха. Для женщин. Осознайте, что вы – женщина. Улыбнитесь. Скажите, я – женщина. Здоровая, молодая, красивая, привлекательная, взаимно любимая, богатая и счастливая. Если хотите, дополните этот список определений. Затем 1-2 минуты послушайте себя, свои чувства и ощущения, а потом продолжайте свои дела. Для мужчин аналогично. Проделывайте это 2-3 раза в день. Деньги. Планируйте бюджет и неукоснительно следуйте своему плану. Записывайте доходы и расходы. Анализируйте, оптимизируйте. Повышайте свою финансовую грамоту. Шестой пункт. Это самое важное для вас в настоящий момент сферы жизни. Здесь можно просто несколько раз в день повторять подходящую аффирмацию. А еще лучше к аффирмации добавить одно небольшое действие, которое вы будете выполнять каждый день для достижения цели, и выполнять его. Если вы сомневаетесь в том, что это вам поможет, проведите эксперимент. Опишите вашу текущую ситуацию и выполняйте эти правила каждый день. Через полгода снова опишите ситуацию и сравните ваши записи. Если вы думаете, что у вас нет на это времени, проделайте все эти упражнения в выходной и посмотрите, сколько времени это у вас займет. Увидите, что не так уж и много. В конце концов, самый важный ваш бизнес-проект – это вы. Не жалейте времени для развития этого проекта. Уверяю вас, это поможет. И у вас есть на это время. Успехов вам и пока-пока!